здравствуйте мои дорогие друзья с вами как всегда владимир вот и настало время второй части ну что продолжим рыть детской лопаткой алмазный карьер что происходит с людьми почему мы устаем уже многие оставили свои комментарии к этому видео который я разместил буквально вчера они конечно все разные и зависят от каких-то внутренних настроек человека моральных принципов складу ума каждого отдельного комментатора но все они по-своему интересны для меня и отражает свое некое видение картины а картина для всех в итоге очень схожа или похоже большинство отметили какие-то изменения происходящие в их организме и внешней среде то есть мире вокруг нас зачитаю пьесы 1 написал его наталья что-то в этом есть последнее время только и жду когда день закончится и лягу наконец спать усталость самого утра стала чаще болеть голова раньше только в непогоду а сейчас и в солнечные дни а мне всего лишь 35 следующий комментарий несмотря на всю свою приземленность в принципе несет себе долю истины и я его все-таки сочетаю некоторые слова я перефразирую пока не смотрел видео но скажу мужикам что у них есть одна проблема заключается в половом истощение вспомните себя в детстве когда не мастурбировали если перестать мастурбировать то появляется куча энергии но бросить сможет не каждый общество пропагандирует порно эротику она повсюду даже врачи говорят что это полезно это заговор знаете самые это я уже говорю самый популярный запрос в интернете это порно или связаны с этим здесь уж каждому решать или телевизионщики и медиа индустрии гонятся за потребностями людей или они делают так чтобы люди думали только об этом но не забывайте что во всех абсолютно во всех странах есть такая статья об изнасиловании то есть не нужно так уж человечество поднимать на такую высокую заоблачную высоту и искать мировой заговор в порно индустрии дело в том что прошло буквально сотни лет а народ хочет того же самого что и хотел тогда это хлеба и зрелищ химия инстинкты животных вернее животные инстинкты оговорка по фрейду да и наконец главный инстинкт это размножение завуалированный извращениями ну если это так можно выразиться ведь это же природа и что естественно не безобразно но с другой стороны есть обратный медаль в нас сидит животный человек недалеко ушедший от наших предков если верить теорию дарвина до обезьян и мы не сильно от них отличаемся ими идут от спаривания там установление каких-то порядков в своем стаде но посмотрите иногда на кучку людей или после питья какого-нибудь когда у них уровень сознания понижается и вот они копия обезьяны да я помню еще 90-е года начала 90-х когда люди стояли огромные очереди ох знаете как люди похожи на обезьян это просто невероятное что там творилось и было противно смотреть то есть только человека вытащи из цивилизованного общества и поставь совсем другие рамки он резко начинает превращаться вот как раз вот в этих обезьян так вот несколько сот лет назад людей казнили путем сжигания закидывание камнями четвертования да и по сей день такое происходит некоторых странах мы все очень разные и не стоит об этом забывать но что касается каких-то низких энергий связанных с сексом я соглашусь я думаю в этом есть очень большая доля правды и буддийские монахи с нами тоже согласятся и конечно нужно расширить вопрос я думаю вообще любые передачи не только с сексуальным подтекстом но также политического толка и конечно особенно новостные забирают энергию потому что в большинстве случаев новости состоит из мусора и отрицательных вот как раз этих новостей и это именно относится в большей степени телевизору то есть зомбоящку потому что ты смотришь именно навязные новости или передачи максимум ты сможешь переключить канал но какое происходит чудо под копирку на другом канале транслируют такие же новости это уже готовый блок из определенных новостных передач я даже не могу отрицать что есть некие зомбирующие технологии в этих выпусках я не говорю сейчас про какой-то там двадцать пятый кадр он по сути и не нужен подумайте зачем человек смотрит новости чтобы узнать события он автоматически себя уже настроил для принятия некой информации и включил телевизор если он решил узнать последние события он включает телевизор и смотрит эти новости автоматически поддается их влиянию там конечно же сидит симпатичная женщина или мужчина в костюмчике но в принципе они являются просто открывающимися ртами рупорами и динамиками но к ним на подсознательном уровне возникает доверие у среднестатистического человека а кому же еще мне доверять как не им это же новости если он даже имеет критический взгляд мышления например такой как у меня он все равно отдает свою энергию на частичное отрицание этих новостей негативные чувства и так далее то есть я смотрю происходят какие-то события я говорю это неправда ну кому я говорю я говорю в пустоту и этому телевизору кому я вообще обращаюсь и автоматически отдаю свою энергию забираю какие-то отрицательные новости какие-то отрицательные чувства вкладываю в себе потому что на подсознание да и не только на подсознание я понимаю что это ложь и мне конечно же неприятно я заряжаю себя отрицательными чувствами то есть отдача энергии происходит не только от передач сексуального толка а еще больше от негативных новостей они обычно хорошие как говорится не бывают а вот какой-нибудь легкий фильм или передача о животных наполнит нас положительным зарядом положительным зарядом энергии потому что расслабляет вообще слова то какой проблем в основном у человека нет никаких проблем они просто ему навязаны социумом что у тебя питьевой воды завтра не будет а может тебе выдалась голодная неделя потому что прошла плохая охота может ты собрал плохой урожай из-за засухи нет просто социум и даже близкий социум диктует условия твоей жизни я не буду подробно его рассматривать хотя наверное стоит сами подумайте к чему стремится любая среднестатистическая семья это просто колоссальная отдача энергии например мужчина не имеет хорошую машину ему статус его конечно же близкие родственники друзья как бы навязывают ты должен иметь ее через некоторое время приходится поднимать уровень постоянно поднимать уровень про жилье я уже и не говорю то есть идет постоянная гонка а при гонке мотор быстро расходует свой ресурс потому что мотор и все механизмы гоночного болида подвержены активной работе чем быстрее расходуется ресурс тем больше ты тратишь энергию как сказал один зверек узбогойся наконец то что ты целый день будешь думать что тебе нужна более новая уютная квартира или я не знаю пылесос с пультом управления или шуба для жены из антилопы гну ничего тебе не даст расслабься забей на внешние раздражители живи не подрывая себе психику все наверное и так придет без постоянных думалок а скорее всего даже и быстрее придет если тушит реально захочешь и если реально оно тебе нужно потому что негативом ты только отталкиваешь так скажем удачу если можно так назвать вообще а если не придет это все то плюнь плюнь на это кто тебе мешает жить при нынешних условиях а если тебе постоянно кто-то пилит мозг избавься от этого раздражителя наверное многие спросят как можно избавиться от раздражителя ну как при помощи бензопилы и салафановых пакетов конечно же но этой шутка понимаете да главное что я хочу сказать два близких человека должны жить в полном понимании и гармонии вы поняли к чему я да я пришел еще к одному и наверное самому главному источнику отдачи и приема энергии и неважно кто ты мужчина или женщина если твоя половина отнимает у тебя энергию значит ты вступил в настоящий брак отношений а как известно хорошим словом брак не назовут ищи гармоничный союз они брак через зомбоящик мужчины транслируют идеалы красоты а женщинам идеалы материального обеспечения самцов и у многих под влиянием этой паразитирующей информации возникает некий дисбаланс и понижение своей самооценки себя любимого или любимой понимаете в чем беда ты должен говорит блондинка с опухшими силиконовыми губами и лицом легкой наивности тупой порно звезды ты должен хотя бы иметь бентли иди чувак иди на 10 работ работой рак женщина соответственно получает не меньший заряд тупой информации эй ты ты должна иметь огромную накачанную задницу огромные сиськи пресс с кубиками ты должна каждый день выжимать себя как лимон потея в спортзале и может и наконец найдешь себе настоящего хорошего достойного перспективного самца и этот замкнутый круг для большей части социума и даже в интернете постоянно транслирует какие-то бредовые новости вот сейчас просто открою яндекс и прочитаем наугад так минимальная розничной цена водки выросла до 500 рублей а извините до 205 рублей за 0 5 литр для меня эта новость вообще не важно потому что я не пью ну может для кого-то она и нужная да но это об одном говорит то что государство всеми средствами пытается выжить из людей последние деньги не получается там они водочку поднимут сейчас смотрите на сигаретки поднимут но как бы меньше пейте да и для кого-то это наверное просто какая-то трагедия одно могу сказать что алка алкашам это новость ничего не дает потому что всегда есть бояршник есть самогон есть сивуха и они пойдут пить вот это дерьмо пушков напомнил порошенко об историческом месте украины кто их нее мать такой пушков я знаю кто но для меня вот для меня он никто и почему меня должно интересовать его мнение я не понимаю следующая новость еще более идиотская ведущий fox news заговорила по-русски в ожидании вторжения россии что это такое вообще я не понял для кого это новость какое вторжение куда вторжение это что детский сад или новостная лента зачем вот эти новости транслируйте у себя в ленте вот это не понимаю но зачем вот это нужно бред у меня тут в к написали поэтому елен туру и зомбоящих не смотрю там еще могут написать что пугачева на мероприятие пришла в короткой юбке и все восхищались ее ножками да кстати это часто такое бывает потому как народу нужно вот как еще мне один пишет в к направлять вектор внимания на второстепенные третьестепенные проблемы украсив их эмоциями и красочной картинкой а также держать в страхе грядущей войны чтобы боялись и нуждались в защите но не забывать напомнить что нужно пить водку и это нормально вот абсолютно молодец лукьян прям с языками снял у меня правильно все написал то главное это второстепенные третьестепенные проблемы и не забывать об алкоголе ну куда без него ты вот как подорожала до напомнить нужно обязательно но я перехожу к другому письму пишет елисей мне 23 года я приехал в город миллионник три года назад до этого несколько лет учился в маленьком чистом и уютном городке а все детство провел в небольшом курортном поселке где чистая природа озеро и так далее здоровье всегда был хороший я не болел мое внимание координации всегда были на высоте после школы сходил в армию а затем отучившись все также было хорошо с моим здоровьем до тех пор пока пока по окончанию учебы не пришлось ехать и работать в крупный город и то что стало с моим здоровьем меня очень пугает я занимаюсь спортом стараюсь питаться правильно исключая конкретно вредную еду вроде чипсов пива и так далее я постоянно теперь нахожусь в состоянии полусна я с трудом фокусирую взгляд зрение хорошее вижу далеко и четко но для этого нужно сделать грубо говоря что-то вроде автофокуса то есть сосредоточиться прям сильно состояние морально тяжелое разговаривая с любым человеком я будто смотрю сквозь него прослушивая фразы которые он произносит и неважно очень серьезный разговор или так болтовня что в мышцах есть сила то есть тело за ночь восстанавливается сбадривается вот так сказать душа нет состояние это не проходит голове словно туман сколько ни отдыхай не помогает сдал кучу анализов потратил много денег ничего не находилось ничего не помогало помогает только одно возвращение в чистый отдаленный поселок в котором есть огромное соленое озеро находясь там несколько дней гуляя по берегу озера я снова взбадриваюсь буквально снова все четко вижу и хорошо себя чувствую возвращаясь в город в первый же день я попадаю в состояние полусна и такое ощущение что я когда-нибудь просто усну или буду ходить закрытыми глазами потому что ничего не хочется ни говорить ни делать и тут недавно говорилось местных сми что в одном жилом комплексе не в моем стоит чуть ли не во дворе огромная сотовая вышка и жители двадцатых этажей после ее появления начали жаловаться на здоровье оказалось что она излучает раз в десять больше положенных каких-то там волн так вот возможно просто сам город со своими вышками выхлопами и постоянной беготнёй и выматывает людей вряд ли у кого-то умысел сделать это специально скорее всего эта проблема экологии и неправильного размещения многих объектов инфраструктуры которые должны находиться далеко за городом но в принципе я соглашусь но автору текста 23 года 23 года понимаете да помнится свои бешеные потому что по-другому не могу назвать свои 23 года я спал максимум часов по пять а когда вообще и не спал не буду подробно рассказывать историю своей бурной молодости я тогда служил был молодой военный а то могу сказать что в эти года были массовые попойки неправильный образ жизни и у все это меня мощно переливалась занятием спортом и знаете я всегда был на бодрячке как говорится как огурчик потому что организм еще молодой если человек 23 года чувствует упадок сил мало того он пропагандирует своей жизни здоровый образ жизни это мне кажется как минимум странным конечно большой город мегаполис съедает вас энергию это большая батарейка он много дает в контексте каких-то материальных благ но он многое и забирает кто не в теме посмотрите земля тюрьма для душем но дорогой товарищ дело даже не в том что ты физически устаешь это и понятно дело в том что вот даже вот этот человек который написал он автоматически не вот эту новость что что могут быть какие-то зомбирующие пси устройства отрицает в подсознании он понимает мне такого не может быть понимаете и ты не прав заходишь метро и у тебя скорость прибавлять сразу в четыре раза я приехал с провинциального городка я захожу метро и там все вот так вот передвигаются быстро я за ними то есть чуть-чуть притормаживаешь мне там уже сзади девушка говорит типа и что вы долго будете всех пропускать а я стою не врублюсь короче но но после нескольких дней я быстренько адаптировался и стал там тоже летать мало того там стал всех просто обгонять потому что я еще устроился там курьером и был просто невероятно движниках то есть ну я не могу сказать что там я какой-то был сон или как муха а вот подавленное состояние было и особенно она ощущалась в метро когда захочешь метро и все-таки знаете стоят зомбаки такие как будто все кому-то что-то должны знаете врагов народа никто не улыбается все такие вот понурыми лицами я же уже рассказывал историю когда самые веселые люди были слепые в метро знаете такой произошел момент метро все грустные и здесь слышен смех середине вагона все оборачиваются стоят два слепых мир собора сговаривать понимаете это это хорошо характеризует вообще нашу общество лучше ничего не видеть и никого ладно продолжаем нет наверное я уже вышел из рамок своих продолженная на третьей части вот потому что мне тут множество комментариев все написали мне еще надо текст зачитать давайте пишите комментарии делитесь своими ощущениями от своего здоровья в последнее время вот начиная там с десятого года чувствовали чувствуете или вы какое-то ощущение поддавленности может быть вот как парень написал вы силы какие-то потеряли может быть психологическое какое-то воздействие я слышал что например перед выборами когда были президентские выборы многие видели президента во снах и люди в теме говорят что это как раз использование всяких психотропных устройств видели ли вы подобные сны тоже вот это все очень интересно давайте делитесь пишите а в третьей части я продолжу эту тему потому что тем очень интересная пока всем желаю здоровья будьте бодрячком и будьте свободными спасибо большое спасибо спасибо а Субтитры создавал DimaTorzok